А перед началом этого ролика обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые клёвые видосы. Приятного просмотра! Короче говоря, майские. Май начался для меня с мороза. Все друзья морознулись, и я остался один. Под угрозой срыва оказались шашлыки. Загуглил аренду компаний для похода в лес. Были только стрёмные варианты. В голову пришла шикарная мысль. Позвонил путанам. Цены были высокие. Сказал, что без интима, только пожарим шашлыки. Скидку так и не сделали. Всё-таки решил, что праздник состоится. Даже если я буду один. Пошёл в магазин. Чтобы не вызывать подозрения, накупил мясо, как на пятерых. Понял, что забыл посуду и воду. Вернулся. Чтобы снова без подозрений, набрал, как на пятерых. Замариновал мясо. Приготовил плед. Заказал такси. Пришлось заказать минивэн, как на пятерых. Такси приехало. Я сел один. Вызвал у таксиста максимальное подозрение. Сделал вид разговора по телефону. Наругал друзей за то, что я заказал минивэн, а они якобы уехали на другом такси. На телефоне сработал будильник. Таксист меня спалил. Меня высадили. Прошёл 4 километра пешком. Добрался до полянки. Разложил провизию. Понадкусывал продукты. Разложил по тарелкам. Теперь я готов к неожиданным встречам. Рядом гуляла девушка. Пришлось импровизировать. Обратился к воображаемым друзьям. Игорь, давай дрова тащи. Серёжка, далеко не заходи там. Вроде прокатило. Рожок костёр. Начал наслаждаться атмосферой. Ко мне подкрались сзади. Это был какой-то тип. Вот собака сутулая. Напугал. Он сказал, что отдыхает неподалёку. Попросил штопор. Я сказал, что тоже отдыхаю. И между прочим, с друзьями. А что пора нет? До свидания. Он спросил, может у друзей есть? Я решил припугнуть. Сказал, что у моего друга Серёги может и есть. Он уголовник. Всегда с ножом ходит. Этот горемык обрадовался. Я напрягся. Мы стали ждать. Время шло, а Серёга всё не приходил и не приходил. Странно, сказал этот тип. Очень странно, сказал я. Прошло 3 часа. Мой новый знакомый стал беспокоиться за моих друзей. Я пытался сказать, что всё в норме. Но, во-первых, всё было не в норме. Да и друзей не было. Новый знакомый сказал, что нужно набрать друзей. Спросить, где они. Я сказал, что они без телефонов. Новый знакомый забеспокоился ещё больше. Я сказал, что это у меня друзья такие. Они любят денёк-два без экипировки в лесу пожить. А я вот нет. Так что, пожалуй, пойду домой. Этот горемыка сказал, что нужно звонить в полицию. А потом сказал, что не нужно. Он сам из полиции. Из полиции приколов. Улыбайся, тебя разыграли. Господи, что происходит? Он сказал, что сразу раскусил меня. Видел моё объявление по поиску компаний для шашлыков. Ему тоже было одиноко. Вот и решил прийти. Мы рассмеялись. Это было действительно весело. А через 10 секунд я уже бежал по лесу и орал во всё горло. Потому что это нихрена не весело. Шизик сраный. Короче говоря, майские.